День независимости. Сотрудники Следственного комитета отмечают профессиональный праздник. Смена компании. Жильцы одной из многоэтажек хотят передать право управления домом другой организации. Криминал в спортзале. Армавирский бодибилдер приторговывал в клубах запрещенным препаратом. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Тяжкие преступления и громкие дела. 15 января следователи страны отмечают своеобразный День независимости. В 2011 году вступил в силу закон о Следственном комитете Российской Федерации. Таким образом, выделившись из состава генпрокуратуры, это ведомство стало самостоятельной структурой. Об итогах работы Армавирского следственного отдела за прошедший год и задачах на будущее в материале Алена Безовчук. Смерть экспедитора на трассе Ростов-Баку в районе Армавира обсуждал весь город. Мужчина вез в Краснодар крупную сумму денег, но был убит своим коллегой. Преступник три раза выстрелил в упор из обреза охотничьего ружья. Сейчас в этом деле поставлена точка. Суд уже вынес приговор. Коллегия присяжных заседателей Краснодарского краевого суда, указанное лицо признано виновным по всем инкриминируемым ему статьям, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет. Всего за прошлый год Армавирский следственный отдел направил в суд почти 50 дел. Большинство из них это тяжкие и особо тяжкие преступления, а также так называемые коррупционные дела. В 2013-м на взятки попали сотрудники налоговой инспекции. Но прошедший год был значимым не только по количеству дел. Практически на 90% изменился кадровый состав отдела. Сейчас здесь работают 12 специалистов. Это очень молодой коллектив. Средний возраст следователей не превышает 27 лет. И это не мешает улучшать показатели работы. Увеличили количество принятых решений по уголовным делам, подняли качество следствия. У нас в работе отслеживается положительная динамика. За четвертый квартал у нас значительно выросли показатели по сравнению с предыдущими кварталами. Поэтому мы взяли эту планку и намерены ее держать и в этом году. Свой профессиональный праздник следователи отметят за работой. Ведь в их деле важно не терять ни минуты. Алена Безовчук, Евгений Холманский, служба информации, телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. За содержание дома платят исправно, а улучшений никаких. В редакцию канала РЕН-ТВ Армавир обратились собственники квартир многоэтажки по улице Советской Армии 14. Жильцы недовольны работой управляющей компанией номер 5. Ряд претензий вырос до такой степени, что жители решились на кардинальные меры. Сменить компанию на другую. В том, кто прав или виноват, и что делать, разбиралась Елена Рухлядка. Здесь работ как таковы, практически. Ну, очень мало. К приезду съемочной группы хозяева квартиры устроили небольшой митинг. Собрались все, кому не безразлична судьба дома и денег, которые исправно платят его жильцы на содержание многоэтажки. В среднем за год набегает приличная сумма – более полумиллиона рублей. На что их расходует управляющая компания, жильцы не могут понять и проводят экскурсию по примечательным местам. Вот эти стены все, тут все пооблазило. Вот эти двери, все дырки. И не только в нашем подъезде, везде. В каждом подъезде вот это такое разбитое все. Этот ящик со времен основания этого дома находится здесь. Это считается нормальным явлением, потому что люди приходили от управляющих компаний и сказали, что это нормальный почтовый ящик. То есть мы не собрали денег на то, чтобы нам… Это картина типичная для всех подъездов. Все столбы шатаются. Площадка не взвальтирована. Грязь, белье падает и все в грязи. По подсчетам жильцов, для того, чтобы устранить самые явные недостатки, понадобится не такая уж и большая сумма денег. Но даже этого не делается. Куда только не обращались, рассказывает старший по дому Николай Давиденко. Показывает письма, которые он отправлял в разные инстанции. Жители отчаялись и готовы расстаться с управляющей компанией. Жильцы недовольны, вообще недовольны люди. Вообще недовольны. Деньги с нас забирают полностью. Мы в долах и в долах. Когда это кончится. И мы хотим перейти в четвертую компанию. Просьба такая, чтобы нам разрешили перейти. И как это можно сделать попроще. Главный инженер управляющей компании номер пять показал съемочной группе задания-наряды, которые были отработаны в декабре. По его словам, дом по советской армии не забытый. Свои обязанности организация выполняет. А в наличии недоделок виноваты сами жители. Целый год компания ждала от них заявки на необходимые работы. Но такого документа собственники квартир не предоставили. От управляющей компании собственникам было направлено предложение для определения первостепенных задач, которые необходимо выполнить на данном доме. Это касательно инженерных сетей, конструктивных элементов дома и придомовой территории. До сегодняшнего дня от собственников никакого ответа не получено. То есть неопределены ни работы, соответственно мы не можем что-то выполнять. На сегодняшний день выполняются аварийные работы, как то прочистка канализации, устранение каких-то течей разовых, таких локальных, скажем так. В принципе, инженерные сети работают в доме нормально. Что касается вопроса отказа от услуг компании, то главный инженер поясняет, торопиться с принятием кардинальных решений жильцам пока не стоит. Это их право как бы, да. Мы со своей стороны, конечно же, будем убеждать, что в принципе не стоит этого делать. И если мы в чем-то не правы, мы готовы всегда свои ошибки исправить. А тем временем желающих отказаться от услуг 5-й управляющей компании становится больше. К такому решению склоняются жители еще одного дома по улице 30 лет Победы 17. Старшая уверяет, у них проблем не меньше. У нас дом по соседству, компания та же, и проблемы абсолютно те же самые. Три года назад мы уже повысили оплату на содержание дома, но ничего это не меняет. Мы послушали, и как нам говорят люди, жильцы, что узнали, насколько там меньше за все платят, то, конечно, мы тоже тогда перейдем, присоединимся, если это настолько выгоднее людям. Потому что люди стонут. Платить неоткуда такие суммы. Нам эти отчеты дают, там такие цифры. Просто нереально, куда эти деньги могут все уходить. Отказаться от услуг компании или выбрать иной способ управления домом – это законное право собственников. Главное – провести собрание жильцов и набрать в кворум. В соответствии с ЖК Федерации, вопрос выбора способа управления многоквартирным домом отнесено к компетенции непосредственно общего собрания собственников помещений, расположенных в данном доме. Если собственников помещений не устраивает работа их управляющих организаций, в частности управляющих компаний, они вправе инициировать проведение, любой собственник вправе инициировать проведение общего собрания, на котором поставить вопрос о либо смене управляющей компании и выборе новой управляющей компании, либо о смене способа управления. Препятствовать в реализации данного права собственника помещения в праве никто. По словам помощника прокурора, жалобы на работу управляющих компаний лидируют в разделе ЖКХ. За минувший год их было больше двух сотен. Что касается пятой управляющей компании, то несколько лет назад один из домов уже ушел из-под ее крыла. Сейчас эта организация продолжает обслуживать еще 65 многоэтажек. Продолжаем выпуск. Учиться в общеобразовательной школе становится сложнее с каждым годом, сетуют родители. Нелегко приходится и абсолютно здоровым детям, и тем более тем, кто в силу каких-либо причин нуждается в обучении по особым программам. Для таких ребят создают специальные коррекционные классы. Что необходимо предпринять родителям, чтобы их ребенок учился именно в таком классе, знает Лариса Юровская. Сын Татьяны Луковникова Никита вместе с другими детьми посещает коррекционную группу в 27-м детском саду. В этом году выпускной. Вместе с другими детьми он пойдет в первый класс. В дошкольном учреждении мальчик учится по специальной программе. Чтобы справиться с заданиями на уроках, ему требуется особое внимание педагогов. Кроме того, Никита нуждается в помощи логопеда. Как бы переполненность классов, а в коррекционном классе будет, наверное, детей поменьше будет в коррекционном классе. И каждый ученик будет под наблюдением учителя, воспитателя, психолога, логопеда. Коррекционные классы есть в школах города, а также в интернате номер один. Но там учатся ребята постарше. Мамы обеспокоены. В прошлом году первых классов создано не было. Идти в школу на общих условиях детям, которые требуют к себе особенного отношения, будет нелегко. Потому что, мне кажется, им труднее будет в обыкновенной школе учиться. И группа продленного дня при коррекционном классе есть. Комплектация коррекционных классов первого года обучения возможна. Для этого, в первую очередь, необходимо заявление от родителей. Видя, что есть потребность, мы уже запланировали на 2014 год, с 1 сентября, открыть минимум три таких коррекционных класса, если будут заявки. В коррекционном классе по новым СанПИНам сейчас может находиться до 20 человек. То есть, если мы, ну, хотя бы 12 заявок у нас будет, мы такой класс откроем. Создание коррекционного класса для первоклассников зависит от родителей. Самое главное, чтобы они вовремя подали заявление в Управление образования города. Лариса Юровская, Сергей Шульц, Служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Криминальная хроника. В Армавире перед судом предстанет бодибилдер, которого подозревают в сбытии анаболиков. Прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Армавира. По версии следствия, мужчина занимался бодибилдингом в спортклубах. Однако в тренажерных залах он успевал не только качать мышцы, но и находить покупателей сильнодействующего вещества. Анаболики он продавал другим спортсменам. Оперативные службы вычислили торговца запрещенным препаратом. И при передаче очередной партии 100 таблеток он был задержан с поличным. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до 120 тысяч рублей. Или лишение свободы на срок до 8 лет. К другим новостям. В нашем городе продолжается сезон интеллектуальных игр «Что, где, когда» среди команд младшей школьной лиги. Вопросы, на которые с легкостью отвечают юные эрудиты, могут поставить в тупик и взрослых. Кто из участников стал победителем третьего этапа соревнований, расскажет Лариса Юровская. Если в учебном заведении есть интеллектуальная команда игроков, это почетно и престижно. Старшеклассники отстаивают честь города на краевом уровне. А чтобы ребята набирались опыта с юных лет, разминку для мозгов можно начинать с пятого класса. В четвертой школе многолюдно. За столами фавориты прошлого сезона и новички, готовые проверить свою эрудицию. С младших школьных лет имеют представление о том, что такое игра, знают правила игры. Пусть они еще не так сильны, не так эрудированы, не до такой степени интеллектуалы, как ребята из высшей лиги «Что, где, когда». Но я думаю, это начало и здорово, что ребята с удовольствием приходят на игры «Что, где, когда». Школьная лига – это первая ступенька, с которой берут старт команды. В ходе интеллектуального поединка ребятам предстоит ответить на 24 вопроса в течение двух тур. Иван Александров – игрок со стажем. Именно он подбирает загадки со звездочкой. Пороги римских домов часто украшали приветствия. Но время от времени можно было встретить на них надпись, бытующую и в нашем мире частных домов. Воспроизведите эту надпись. Время. При составлении заданий учитывается опыт и возраст игроков. Но шансов на правильный ответ больше у тех, чья эрудиция и кругозор выходят за рамки школьной программы. Форы нет. Все вопросы на стол ведущего попадают из интернет-базы «Что, где, когда». Совершенно любой человек, пользователь интернета, может зайти в эту базу и посмотреть любой вопрос из нее. База эта составлена из тех вопросов, которые когда-либо уже игрались на каких-то турнирах. Команда пятой школы «Гарант» – фаворит прошлого сезона. Получится удержать пальму первенства в этом году – пока вопрос. Но достигнуто главное. Ребята подружились и теперь читать, познавать и обмениваться информацией стало намного интересней. Вопросы действительно бывают сложные, но мы любознательные и нам всегда очень интересно узнавать что-то новое. Мы много читаем, любим узнавать всякие разные вещи, смотрим программы. Школьная программа не особо этому готовит, я думаю. Несмотря на то, что в школьной лиге результат порой непредсказуем и в лидеры может выбиться и темная лошадка, победителем третьего этапа стали команды «Сыпная реакция». Ребята из первой гимназии набрали большее количество очков, затем «Рудиты» 11-й школы «Торнадо», на третьем месте сборной гимназии номер один АМПМ. Лариса Ировская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». В воскресенье в парке «Городской сад» Краевой столицы прошел второй этап Кубка Краснодара 2014 по спортивному ориентированию. Соревнования проводились в 20 возрастных группах. В них принимали участие ориентировщики от 10 до 65 лет. На старт вышло почти 360 человек из разных городов и районов края, в том числе и из «Армавира». Среди наших спортсменов лучшие результаты показали Всеволод Шостов и Владимир Пинте. В своих возрастных группах оба ориентировщика показали третий результат. Это была заключительная информация и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой, она уже в студии, готова рассказать о погоде на четверг. Здравствуйте. В четверг, по прогнозам синоптиков, в «Армавире» будет ясно без осадков. Ночью столбик термометра покажет минус 2 градуса, днем потеплеет до плюс 8. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба. Что касается праздников, то в четверг все поклонники легендарной группы смогут отметить Всемирный день Битлз. Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб, где начинали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты. В Таиланде отпразднуют День Учителя, а в Израиле Новый год деревьев. Из памятных дат стоит отметить, что 51 год назад Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы. А 16 января 1920 года в США был введен сухой закон. По народному календарю это Гордеев день. В четверг нельзя хвастаться добром, здоровьем, детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. На этом о праздниках, приметах и памятных датах у меня все. Метеопрогноз завершил выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. РЕН-ТВ